Всем привет! Меня зовут Евгений. Я нахожусь в учебном классе компании Хетя Хрус. В этом видео я расскажу вам о еще одной системе раздвижных дверей с верхним ходовым профилем. Это система C-Sline S для небольших фасадов весом до 15 килограмм. Для больших фасадов у нас имеются системы Topline L и Topline XL. Эти системы с верхним ходовым профилем способны перемещать фасады весом до 50 и до 100 килограмм каждый. Если вам интересна фурнитура больших дверей, переходите по ссылкам в описании. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео в будущем. А теперь поговорим о системе C-Sline S. Система C-Sline S предназначена для корпусной мебели с раздвижными дверьми. При помощи нее можно сделать двухдверные шкафы высотой до 1500 миллиметров и шириной до 1000 миллиметров. Максимальная нагрузка на дверь составляет до 15 килограмм. Толщина дверей от 16 до 19 миллиметров. Система может быть оснащена системой плавной доводки дверей на открывание и закрывание. В состав комплекта с демпфером на закрывание входят следующие компоненты. Два ходовых элемента. Два ходовых элемента с демпфером Silent System. Два активатора для демпфера Silent System. Два упора. Четыре адаптера для деревянных дверей. Два нижних направляющих элемента для деревянных дверей. Два нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой рамой, два междверных упора. Такой комплект может быть установлен в фасады с минимальной шириной 410 мм. Также имеется комплект с демпферами Silent System для закрывания и открывания. В него входят 4 ходовых элемента с демпфером Silent System, 4 активатора для демпфера Silent System, 4 адаптера для деревянных дверей, два нижних направляющих элемента для деревянных дверей, два нижних направляющих элемента для дверей с алюминиевой рамой и два междверных упора. Такой комплект может быть установлен в фасады с минимальной шириной 590 мм. Дополнительным демпфером на открывание необходима дополнительная ширина фасада. Расчет фасадов предельно простой, так как двери вкладные, нам нужно знать высоту проема. В инструкции вы найдете вот такой чертеж. Обратите внимание на размеры между верхней и нижней кромками фасада. Вычитая их, вы получаете высоту фасада. Соответственно, если проем составляет 500 мм, вычитая 4,5 мм сверху и 5,5 мм снизу, мы получим высоту 490 мм. Сначала необходимо сделать присадку согласно чертежу из инструкции. В верхней крышке необходима фрезеровка под профиль. Ее глубина 11,5 мм. При этом минимальная рекомендуемая толщина материала верхней панели 16 мм. В нижней панели делаем присадку под нижней направляющий элемент. В фасадах сверху делаются отверстия под ходовые элементы, а также фрезеровка под нижний направляющий элемент. Профиль может быть двухдорожечным, либо однодорожечным. Необходимо отрезать профиль согласно размеру внутреннего проема. Для верхнего профиля делаем отступ с каждой стороны по 2 мм. При раскрое профиля учитывайте рез так, чтобы расположение отверстий было не менее 50 мм от края профиля. Или добавляйте отверстие в случае необходимости. Ставим нижний направляющий элемент для деревянных дверей на донышко тумбы. Установим адаптеры для деревянных дверей в верхнюю часть фасада. Ставим фурнитур для дверей, а также закрепляем неподвижные активаторы для демпферов в профиль. Профиль устанавливаем в пазы и фиксируем его к верхней крышке. Есть три профиля с разным типом фиксации. Под прикручивание, под приклеивание и скреплением для быстрого монтажа. Устанавливаем фасады согласно инструкции. Надеваем пазом на нижний направляющий элемент, после чего монтируем два верхних ходовых элемента. Проверяем движение дверей. В случае необходимости осуществляем регулировку. Регулировка по высоте плюс-минус полтора миллиметра осуществляется без инструмента. Колесиком на ходовых элементах с внутренней стороны фасада. Система готова к использованию. Если используются двухдорожечные профили, фасадов несколько, то они имеют полное наложение, что удобно при проектировании мебели, а также при хранении различных предметов или установке выдвижных ящиков. При делении внутреннего пространства шкафчика строго пополам. Так как нижний профиль отсутствует, мы можем без препятствий ставить и доставать предметы. Фурнитура невидима, так как скрыта в фасадах, а также в верхней панели. Это дает вам возможность делать интересную мебель. И самый главный плюс. Небольшие раздвижные двери не занимают пространство в открытом положении, значит в стесненном пространстве мы не ударимся об открытые дверцы. Это удобно и безопасно. Итак, вы посмотрели, как установить систему Sysline S. Воспользовавшись информацией из этого видео, вы можете выгодно выделиться на фоне конкурентов. Делайте по-настоящему интересную кухню, мебель для ванной и комнаты и для любых других жилых и офисных помещений. Подписывайтесь на наш канал и следите за обновлениями. А если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии. Всем пока, увидимся в следующих видео.